Мы в прошлый раз с вами начали новую тему, связанную с системой управления роботом, которая пытается воспроизвести алгоритмы, которые наблюдаются в движении живых существ. В данном случае авторы выбрали в качестве экспериментального животного таракана. Изготовили некое подобие механического таракана, у которого есть все необходимые механические элементы, какие есть у живого таракана. Это шесть лап, у каждой лапы по три сочинения, в каждом из которых находится по одному исполнительному механизму, который может вращать эти сочинения. И есть еще один элемент, который позволяет придать гибкость телу. То есть, что-то можно было изгибать переднюю и заднюю часть. То есть, грубо говоря, некоторый изгиб, который тоже можно регулировать. То есть, такой вот объект у них интересный в качестве объекта управления. И они пытались применить такую иерархическую систему, построенную уже не из одной нейронной сети, а из целого набора различных нейронных сетей для того, чтобы реализовать алгоритмы движения этого робота в различных изменяющихся условиях. То есть, у них есть вот эти лапы, которыми они могут двигаться, у них есть вот эти сочинения и набор датчиков. То есть, основные датчики – это датчики контакта. То есть, на каждой лапе на конце расположен датчик, который выдает сигнал, есть контакт или нет контакта с землей. И есть еще у них там впереди датчик дистанции перед роботом. Вот. То есть, они построили такой вот механического робота. И, соответственно, для этого робота у них есть еще некоторая имитационная модель, то есть, где моделируется вся механика, моделируются внешние условия, которые они используют для настройки своего робота, то есть, настройки алгоритмов обучения. То есть, понятно, что такую систему можно построить по классическим подходам, то есть, выделить отдельные контуры, поставить на каждой из них классические регуляторы, заложить какую-то логику движения. Ну, авторы здесь пошли немножко по другому пути. То есть, они пытаются воспроизвести поведение, не поведение, а структуру управления, которую они, как они считают, присущим реальным насекомым. То есть, у них в основе лежит генератор паттернов движения, то есть, в зависимости от некоторого высокоуровневой настройки, то есть, какого-то параметра, который они задают, они могут выбирать, задавая параметры из этого генератора, они могут получать на выход временные сигналы для каждой ноги, для каждого сочинения, вот, которые вместе образуют некоторый такой, то есть, это некоторый такой оркестратор, который позволяет задать ритм движения этого робота. Вот, этот ритм затем поступает на каждую, на локальную систему управления каждой ногой, вот, где используется, ну, одновременно этот сигнал ритма подается на исполнительные механизмы, то есть, он, по сути, определяет то, как каждая нога будет перемещаться, то есть, у вас есть, там, шесть ног, и, соответственно, на каждую ногу приходит свой сигнал, сгенерированный вот этим генератором паттернов. Вот, эти сигналы, они смещены, там, за счет настройки коэффициентов этой модели генерации сигналов. Вот, таким образом, у вас получается, там, даже без всех этих нейронных сетей, просто некоторая такая ритмичная система, которая поочередно, там, например, поворачивает ноги, в зависимости от того, какие параметры вы задали этому генератору. Вот, но это подходит хорошо для движения по прямой поверхности, по плоской поверхности, да, если у вас возникают различные препятствия, возникают ямы, ступеньки, вот, то такой подход уже не годится, и вам необходимо вводить уже некоторые инструменты адаптации. Вот, они их вводят на основе двух компонент. Значит, первое – это компоненты, связанные с прогнозированием момента контакта, то есть у вас есть, вот, как они тут показывают, при движении по поверхности, да, у вас, если этот график, он показывает как раз сигналы, которые в системе существуют, то есть сигнал управления двигателем, который приходит от генератора паттернов, ну, то есть на основе генератора паттернов, его сигналы двигатель выдает команды на, там, движение вот этих сочленений, которые есть у этого механического таракана, вот, то есть это примерно то, что выдает сигнал, то, что выдается генератором паттернов, то есть таким общим оркестратором, вот, это то, что прогнозируется, то, что приходит с датчика контакта, вот, и то, что, соответственно, прогнозирует система, система нижнего уровня, которая на каждой ноге пытается прогнозировать, когда произойдет контакт с поверхностью, вот, видно, что есть определенная временная задержка между тем, как, вот это зелененьком отмечено, между тем, как начинает отрабатывать двигатель и тем, как происходит контакт с поверхностью, то есть, грубо говоря, вот эта задержка как раз нужна для того, чтобы правильно скорректировать, то есть, эта задержка, она не позволяет вам вовремя среагировать на контакт с поверхностью, вот, и из-за чего вам как раз-таки нужна вот эта модель прогнозирования, то есть, она показывает то, когда произойдет контакт с поверхностью, вот, при этом, если у вас возникает какое-то препятствие, то, вот, там, тот генератор паттернов, который использовался для создания ритмов, он начинает сбиваться, то есть, грубо говоря, у вас, вы ожидаете, что у вас будет ровная поверхность, да, у вас лапа должна встать в определенное положение, вот, но у вас поверхность здесь не возникает, да, она у вас, например, возникает чуть выше, соответственно, у вас двигатели продолжают давить, несмотря на то, что произошел контакт, да, и у вас робот начинает переворачиваться, грубо говоря, то есть, вот такая вот проблема, связанная с тем, что вы начинаете двигаться, например, уже по некоторой шероховато поверхности, вот, и для вот этого вот как раз отработки вот таких вот проблем, то есть, которые невозможно, там, например, на этапе моделирования отловить или обучить как-то систему, то есть, некоторые, вы не можете спрогнозировать, какая у вас будет поверхность, она у вас будет совершенно разной, кочки будут возникать совершенно случайным образом, вот, поэтому заранее обучить вы точно не сможете, вот, но вы можете построить небольшую систему компенсации, которая позволит вам корректировать движение с генерированным этим паттерном, генератором паттернов, то есть генератором сигналов, скорректировать вот эти сигналы сгенерированные для того, чтобы учесть вот эти вот локальные возмущения в вашей системе. Вот это такая достаточно классическая схема, то есть у вас есть некоторый предиктор, который говорит, как должна себя вести система при условии, что то у вас никаких кодчиков нет. Сейчас просто ровно появится то, что вы на моделировании получили. И у вас есть небольшой модуль коррекции, который путем, на основе сигнала сравнения между спрогнозированным значением для плоской земли и реальными показаниями датчиков вносит корректировку в поведение системы. То есть вот такая достаточно простая система получается, тем не менее, которая позволяет организовать движение такого достаточно хитрого робота. То есть такой элемент еще координационного проекта. То есть у вас есть некоторый оркестратор, который задает некоторую стратегию движения. И есть некоторые тактические звенья, которые управляют уже отдельными ногами. Вот такая вот некоторая иерархия у них в системе, которая позволяет вам обеспечить такое достаточно реалистичное движение этого робота. Вот, то есть причем здесь нейронные сети. То есть каждый элемент, ну вот авторы позиционируют его как нейронную сеть. То есть у них есть нейронная сеть верхнего, ну по аналогии с тем, как живых организм. У вас есть некоторая иерархия в нервной системе, от каких-то высокоуровневых интеллектуальных деятельностей до каких-то низкоуровневых. Вот, также здесь они пытаются это позиционировать как некоторую такую биологическую конструкцию. Ну, понятно, что тут это все немножко за уши притянуто. Вот, на самом деле это просто такая соляночка из разных алгоритмов. То есть есть отдельные направления там, где изучают биологи, как вот в живых организмах эти вот генераторы шаблонов существуют. То есть там в каждом живом организме там, у нас раньше была там статья, где там рассматривали как у котов там это реализовано. То есть там, грубо говоря, есть определенные паттерны, которые задают разные виды движений, там рейсью, галопом. Вот, и по сути там это моделируется с помощью тоже некоторых дифференциальных уравнений. Вот тут они пытаются это представить. То есть набор дифференциальных уравнений, который позволяет вам задавать различные сигналы периодически. Причем с необходимыми смещениями для каждой ноги. Вот, и также, что самое важное, там за счет плавного изменения параметров этого генератора, вы можете переключаться между разными режимами движений. То есть там от галопа плавно перейти к там движению рысью, например. То есть если сами вот эти формы движения, их можно описать просто забив сигналами, то, например, как описать плавные переключения между одним режимом и другой, вот, это такая достаточно уже нетривиальная задача. И как раз биологи, они вот занимаются тем, чтобы придумывать такие модели для описания шаблонов движения. Ну, не только движения, но в целом вот тут используется вот идея, связанная с тем, как координировать движения отдельных конечностей. Вот, то есть они вот, в данном случае здесь, это некоторый набор дифференциальных уравнений с определенными параметрами числовыми, которые никак не меняются. Они вот на этапе проектирования системы закладываются в виде некоторых констант. Вот, и есть тоже некоторые наборы этих констант, которые определяют различные формы движения. Двигаться прыжками, галопом, перемещаться рыщью. Вот, то есть для каждого типа движения есть свой набор коэффициентов. Эти коэффициенты, они позволяют вам генерировать некоторый такой оркестрирующий сигнал для всех конечностей, который впоследствии используется уже на нижнем уровне, на уровне каждой ноги, для того, чтобы его адаптировать для... Ну, в зависимости от того, какие сейчас условия существуют. Вот, и мы посмотрели в прошлый раз, как организуется вот это вот локальное управление, да, то есть у вас есть... Вот, они называют это резервуаром, это тоже такой целый класс нейронных сетей, где у вас есть набор весовых коэффициентов, соединенных все на все. Вот здесь он представлен, да, на этой формуле, которая, по сути, является тоже некоторой такой замкнутой системой с отрицательной обратной связью, то есть она гасит любые возникающие сигналы. Вот, но если у вас на вход приходят некоторые периодические сигналы, у вас система переходит в возбужденное состояние, тут она начинает генерировать различные траектории, вот, и дальше есть выходной слой, который, по сути, линейная функция от выходов всех вот этих вот нейронов нелинейных, которые здесь внутри каким-то клубком таким связаны, они генерируют такие совершенно витиеватые, странные траектории. Вот, из этих всех траекторий путем обычной линейной комбинации выбираются отдельные компоненты, которые вместе формируют сигнал поведения системы. Вот, и вот эта вот модель, она используется для того, чтобы прогнозировать поведение, вернее, не поведение, а прогнозировать момент контакта окончания лапы, где находится датчик с землей. Значит, что здесь вот стоит отметить, да, то есть вот эта модель, она обучается в несколько фаз, то есть есть фаза выбора метапараметров, то есть вот как тут показано чуть дальше, значит, проводятся просто эксперименты, где-то они тут были, показаны, да, то есть проводятся эксперименты на ровной поверхности, вот в этой виртуальной модели, то есть, ну, просто сдается некоторый сигнал заранее, и робот двигается, вот. И дальше анализируется без какой-либо настройки, просто анализируется статистика поведения вот этого вот резервуара, то есть как траектории вообще себя ведут там, то есть с точки зрения статистики. То есть основная задача здесь — обеспечить необходимое разнообразие. То есть тут заширяются две фазы. Первый — обеспечить необходимое разнообразие, и второй — из этого разнообразия выбрать только те компоненты, которые необходимы для решения задачи. Вот, то есть на первой фазе обучения, на самом деле даже не обучение, а больше такая настройка, как они называют, настройка синапсов этой модели. Опять же у них некоторые пытаются притянуть за уши некоторую такую биологическую терминологию, Ну, по сути, это просто настройка параметров, но не путем прямой оптимизации с помощью методового спуска или методового распространения ошибки, а путем выбора некоторых метапараметров. То есть они показывают, что у каждого нейрона в этом резервуаре есть набор метапараметров, которые могут быть настроены. Соответственно, в зависимости от них будет получаться различное распределение. То есть при поступлении сигнала на вход будет разное распределение сигнала на выходе. То есть это такой некоторый подбор метапараметров. И затем они уже на второй стадии опять-таки включают виртуальную модель, начинают двигаться и пытаются теперь спрогнозировать момент контакта с землей через настройку коэффициентов выходного слоя. То есть у них есть линейный выходной слой, который, по сути, берет выходы каждого нейрона и перемножает их на коэффициент на некоторые. То есть некоторая такая взвешенная сумма всех выходов этих нейронов. И по каждому из них, вот у них тут три сочленения, на каждой из них есть свой выходной нейрон, который впоследствии используется как сигнал прогноза контакта с поверхностью. Вот. Дальше вот как бы тут уже на самом деле уже все. То есть они здесь спрогнозируют контакт. У них есть два сигнала между контактом с поверхностью. А, ну, пару слов о том, как он настраивается. То есть есть, по сути, у вас есть сигнал контакта с поверхностью, который вы на виртуальной модели получили, и сигнал, который вам выдает вот эта модель. То есть модель резервуара. И дальше у вас есть простая зависимость. Вот у вас есть Z, то, что вы спрогнозировали, и Z с реальных датчиков. По сути, вы можете использовать просто обычный метод градиентного спуска, а скорее даже просто метод наименьших квадратов. Можете использовать того, чтобы вычислить вот эти вот коэффициенты. То есть тут на самом деле просто обычная линейная модель. Есть сигнал желаемый, есть сигнал реальный, и просто по разнице этих сигналов по методу наименьших квадратов можно вычислить, какие будут в этом случае коэффициенты. То есть некоторый такой статистически оптимальный набор коэффициентов. То есть само обучение на самом деле здесь очень простое. Вот. Как только они сформулировали вот эту модель, у них появляется еще один компонент, связанный как раз с адаптацией, с коррекцией того сигнала, который выдаётся генератором, для того, чтобы уже учесть различные препятствия. Не препятствия, а различные шероховатость поверхности, то есть неровность поверхности. Вот. Как они это делают? На самом деле у них просто обычный стоит P-регулятор, который накапливает значение ошибки. То есть у вас есть сигнал, вот как тут показано, да, он двигается по поверхности. То есть с первого по четвёртого он двигается по поверхности шероховатый, потом переходит на ровную поверхность. То есть то, что было на этапе обучения. Вот. То есть у них есть сигналы спрогнозированные на выходе вот этой неровной сети резервуара, да. Есть сигнал реального, реальных показаний датчиков. Что он такой? За счёт того, что поверхность шероховатая, он отличается от реального значения. Вот. Как бы здесь это нормальная ситуация, да, когда у вас ровная поверхность. Здесь, когда поверхность с кочками. То есть видно, что тут такая ирегулярность появляется. Вот. И есть вот спрогнозированный сигнал для этой регулярной поверхности, вот, который... На основе которого затем просто обычным сравнением, да, вычисляется дельта между ними. То есть между спрогнозированным и реальным. И дальше используется, там, дальше будет видно обычной... Ну, они называют нейронной сетью с линейным... Как они называют? Рекуррентная нейронная сеть с одним нейроном и линейным выходом. На самом деле это обычное интегральное звено. Вот. То есть вам приходит некоторый сигнал на вход. Вот отсюда, да. Который вы периодически накапливаете. Ну, то есть накапливаете его значения. И особенность у них еще в том, что они, как только у вас нога совершает один цикл движения, вот этого значения на интеграторе оно сбрасывается. Вот. Соответственно, у них есть небольшой алгоритм, который корректирует движение двигателей в соответствии с тем, какой сигнал здесь получился. То есть если сигнал положительный, то есть положительная разница между спрогнозированным сигналом и реальным, это значит, что у вас контакт произошел. Ну, то есть, грубо говоря, у вас прогнозируем, модель прогнозируемая показывает, что произошел контакт, а в реальности контакта еще не произошло. Вот. Это ситуация, когда у вас положительная дельта. Значит, в этом случае означает, что у вас как бы есть какая-то яма. Вот. Если там сейчас возвращаться к этому роботу, да, то как он себя должен вести? То есть если нет никакой адаптации, а вы попали в яму, то у вас, по сути, теряется контакт с поверхностью. Ну, точка опоры у вас теряется. То есть он у вас просто, нога зависнет в воздухе и пойдет обратно. Вот. При этом робот может, например, провалиться в эту яму, ну, так немножко нагнуться. Вот. Что они делают? Вот. Они просто начинают корректировать движение вот этого вот компонента, то есть одного из этих сочленений таким образом, чтобы она продавливалась ниже. То есть как только появляется положительная ошибка, положительное значение ошибки, то они вот этому сигналу исходному, который выдается на двигатель, да, они добавляют некоторые пропорциональные значения ошибки. На самом деле там не пропорциональные, а там пропорциональные интегралы. То есть по мере накопления вот этой ошибки, да, между реальным показанием датчика и тем показанием, которое приходит с модели, они начинают эту ошибку накапливать. Вот. И эта ошибка дальше прибавляется к значению угла поворота. Таким образом, когда вы встречаете, например, яму, и у вас начинает накапливаться ошибка, вот это сочленение начинает еще больше, то есть больше обычно оно начинает проворачиваться по часовой стрелке. Таким образом, у вас нога начинает ниже опускаться. До тех пор, и вы будете делать это до тех пор, пока у вас, либо пока у вас цикл движения не пройдет. То есть у вас есть определенный ритм, и вам, соответственно, с этим ритмом нужно постараться достичь поверхности, чтобы получить точку опоры. Вот. То есть либо у вас будет она двигаться до тех пор, пока не закончится цикл, такт движения этой ноги. Вот. И она просто назад, например, пойдет. Либо до тех пор, пока вы не встретите какой-то контакт. Вот. Как только вы встретите контакт, у вас сразу ошибка, получается, перестанет расти. Вот. И вы сможете, соответственно, вы найдете точку опоры. Вот. То же самое примерно действует и на... Когда у вас появляется кочка. То есть у вас в данном случае уже ошибка будет отрицательной. Значит, у вас, получается, система еще ничего не спрогнозировала, то есть у нее ноль на выходе, ноль-ка, ноль-ка, нулевой контакт, да, то есть отсутствие контакта, а у вас контакт произошел. Значит, у вас появится отрицательное значение ошибки, вот, что будет прибавляться к управлению, ну, там, в зависимости от того, как это сделано, да, то есть либо к этому, либо к этому сочинению. И оно уже, например, перестанет дальше поворачиваться в соответствии с тактом. То есть оно просто зависнет, и как бы, по сути, он найдет точку опоры и остановится на этом. Вот. То есть таким образом тоже вы, например, у вас робот не начнет переворачиваться, потому что он начнет там продавливать дальше, соответственно, как только он начнет продавливать, соответственно, у вас начнет тело поворачиваться в эту сторону, по закону механики. Вот. Оно просто за счет накопления этой ошибки отрицательной, он будет компенсировать тот сигнал, который приходит к нему с генератора паттернов. Вот таким образом нога просто будет оставаться на месте. То есть она как бы так замерзнет, зафиксируется на некотором, чуть-чуть приподнимется, да, но зафиксируется на некотором, Некоторые точки опоры. Не будет пытаться дальше продавить ногу глубже, чтобы еще больше перевернуться. То есть вот такая у них адаптация. Это у них, по сути, первый механизм адаптации. И есть у них еще второй механизм адаптации в этом роботе. Ну вот давайте сейчас посмотрим на первый механизм, как он устроен. То есть это мы посмотрели, как вообще происходит по ровной поверхности движения. То есть у них есть сигнал с генератора паттернов, который просто говорит, как надо двигаться. У них есть сигнал прогноза, есть сигнал выходного сигнала. Ну, выход, по сути. Вот. Теперь вот, когда появляются какие-то возмущающие воздействия, значит, у вас сразу появляется ошибка. То есть когда мы двигаемся по ровной поверхности, у нас ошибки нет. Соответственно, у нас движение происходит в соответствии с тем, как выдал нам генератор паттернов. То есть полностью в соответствии с тем ритмами, которые выданы с верхнего уровня. Как только у нас появляются какие-то ошибки, вот тут показано два куска, да, два типа движения. То есть вот переключение между различными поверхностями, да, и вот прям движение по поверхностью. Вот, например, вот эта часть. Значит, есть сигнал спрогнозируемый, есть сигнал реальный, и вот есть ошибка, которая накапливается. Вот. Эта ошибка дальше используется для того, чтобы корректировать движение отдельных конечностей. Вот. С этим, в принципе, более... Ну, вот тут показан пример, да, как это... Ну, здесь уже чуть сложнее. Пример. Вот здесь уже следующий элемент адаптации. У них есть... Ну, по сути, да, как, например, вот этот механизм используется для пересечения некоторых ям. Таких сплошных ям. То есть не яма, в которую отдельная нога попадает, а сплошных ям. То есть у вас, получается, в момент попадания в яму срабатывает как раз... Возникает ошибка, да, то есть она... Причем она накапливается. У них есть еще отдельный элемент в этом роботе. Это сочленение. То есть, грубо говоря, у вас... Вот здесь в роботе есть еще один компонент. Вот. Это такой гибкий шарнир, который позволяет ему, вот как таракан, там, переднюю часть изгибать по отношению к задней части. Вот. Они этот компонент используют для того, чтобы можно было еще и... Ну, сделать более сложное движение, чем просто движение по неровной поверхности, да. То есть при перемещении, пересечении вот таких вот ям и траншей, значит, они используют вот этот вот изгиб для того, чтобы приподнять целиком передние лапы. То есть прицепить некий такой поиск. Как они это делают? Они используют тот же самый сигнал накопления ошибки. Вот. Но они берут максимум за предыдущий интервал движения. То есть у нас есть определенный ритм движения. На каждом ритме у нас работает интегратор, который накапливает ошибку. То есть ошибка разницы между прогнозируемым моментом контакта и реальным показанием датчика. Вот. Они эту ошибку накапливают, используют ее для того, чтобы корректировать движение отдельных лап. То есть там либо в зависимости от значения этой ошибки, да, то есть либо поднимать лапу больше, либо, наоборот, ее продавливать больше. Вот. У них дополнительно они еще накапливают. За каждый интервал они смотрят максимум. И этот максимум используют для того, чтобы управлять поворотом вот этого вот сочленения. То есть, грубо говоря, у вас на первом такте у вас пытается он нащупать поверхность за счет только ног отдельных. Вот. А на втором такте, если это не получилось, он уже начинает поворачивать еще и вот это вот внутреннее сочленение. То есть как бы изгибаться в зависимости от значения, да. То есть если там яма, он начнет изгибаться наверх. Если это какая-то кочка, то есть какая-то преграда, да, он, наоборот, начинает изгибаться в другую сторону. Вот. То есть тоже такой элемент адаптации. Вот. Что позволяет им, например, увеличить амплитуду этого вот шага. То есть они начинают... За счет изгиба он просто начинает как бы больше делать шаг. Вот. И таким образом может, например, пересечь вот эту вот яму, то есть нащупать поверхность за пределами этой ямы. Вот. То есть вот такой тоже элемент у них есть адаптации. Вот. Причем он, видите, такой как бы скачкообразный. То есть он накапливает максимум за предыдущий интервал движения. Вот. Значит, это то, что касается такого вот механизма адаптации. Вот. И есть еще механизм у них, связанный с датчиком, то есть с сенсором приближения. Они тоже его используют для того, чтобы при появлении препятствия тоже изогнуть некоторые... Ну, вот это вот сочленение. Что в целом позволяет вместе вот с такими... с предыдущими механизмами адаптации тоже позволяет этому роботу забираться наверх. То есть как только он изогнулся, да, эти лапы сразу потеряли контакт, они начинают вот так вот изгибаться очень сильно, да, чтобы соответствовать той модели, которую вы сверху заложили. То есть генератор паттернов плюс прогноз. Вот. Что позволяет ему в целом подняться наверх, да, и как бы зацепиться за край границы. Вот. А затем уже, как только он поднялся, сенсор уже ничего не видит, да, он начинает изгибаться обратно. Эти ноги снова начинают чувствовать поверхность, да, но вот эти вот выгибаются. С учетом того, что они думают, что это яма. То есть вот этот вот элемент, который на базе датчика, значит, он позволяет вот немножко изменить поведение, да, чтобы использовать тот же самый механизм продавливания и подтягивания для того, чтобы пересекать еще и такие препятствия. Вот. Ну, в целом тут как бы больше ничего интересного нет. То есть такая вот, такой вот такой подход у них к построению робота. Вот. Сейчас у нас...